Есть планы, есть какие-то егости, что надо нам обрежать? Ну, в принципе, в принципе, нет. Главное, как и продолжали. Как продолжали, выявляли, выявляем, мы будем выявлять дальше. Подавите матрицу. Бомб! 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 Это вообще интересная организация. При седьмом вставайся, при седьмом вставайся, при седьмом вставайся, при седьмом вставайся, при седьмом вставайся. Да, и смешно не зашла. Главный руководитель общественной организации в городе Днепрозежинске. Дорожно-гражданский контроль называется. Наша организация зарегистрирована с 2012 года. Молодая, скажем так. У нас больше направлений, мы работаем по ГАИ. По организации безопасности дорожного движения в городе, области. Пытаемся помочь в органам великим всем и ГАИ, и участковым, и с Ансанычем мы. Больше года мы уже сотрудничаем. Когда нас приглашают на геотерейды общественность, мы откликаемся, принимаем приглашения и активно участвуем. Городские мероприятия, концерты и так далее. Там, где скопление людей, где нужна помощь. И по годке тоже они работают. Да, тоже наши представители принимали участие в рейдах по дистанционированным торговым точкам и так далее. Это немножко не моя тема. И хотелось бы, конечно, обратить внимание общественности, когда выдался такой шанс, на организацию дорожного движения в городе Днепрозажинске. То есть наши правоохранительные органы, то есть ГАИ, госавтоинспекция, которая обязана, призвана и в законе прописана, для чего они вообще. Это для предупреждения правонарушений. Предопрощения и недопущения правонарушений. Наша ГАИ работает немножко наоборот, даже, можно сказать, совсем наоборот. То есть они не предупреждают правонарушения, они их стараются зафиксировать уже готовые, свершившиеся. Будь то ДТП, будь то нарушение право дорожного движения. В чем это заключается? То есть идет систематическое невыполнение маршрутного листа. Они их вообще не читают, не видят, не смотрят. С какой целью пишутся эти маршрутные листы? Это загадка. Для меня загадка. Ними никто не пользуется, ними никто не придерживается. Когда я пишу информационные запросы, мне приходят такие отписки, что страшно читать. Это даже случилось здесь. Когда командир взвода ГАИ, Пушко Эдуард Александрович, пишет, что приоритет их работы – это выявить и наказать, а не предупредить и предотвратить. То есть вразрез с законом идет полностью в 100%. Отсюда все делали. Сейчас идет сплошное несоблюдение маршрутного листа. Сколько я с этим не бьюсь, пока результат не сужен. Хотелось бы обратить внимание руководству нашей милиции, что с работниками ГАИ надо тоже плотно поработать. А Ваше предложение, как Вы хотите? Мое предложение, суть решения этой проблемы очень проста. То есть нужно дать общественным организациям право проверять у работников ДПС маршрутный лист и все. Посмотрели время, где они должны находиться и что они должны делать. И все. Если они нарушают, значит сразу сигнализировать руководству. Они принимали себя. В чем немножко рассифру, чтобы для Вас было понятно. Что такое маршрутный? Николай Павлович о этом говорит. Речь идет о том, что территория города пока не кусажек. У меня еще есть вопрос. Вам есть что сказать. Активный образ ведете. Перемещаетесь по городу. И много работы проводите. И хорошо, что случилось так, что в конце концов у нас появился такой дорожный контроль, дорожный надзор в виде общественной организации. Слава Богу, что это люди наши. Потому как раньше были пропитровские и так далее. Мне было немножко сложнее. Сейчас у меня есть полное понимание. Взаимопонимание. И люблю, когда началось как-то, знаете, с того, что на сайт министра внутренних дел скинули где-то года полтора назад. Нашу с Вами спорную ситуацию, которая возникла. В этой ситуации мы разобрались обоюдно. Сделали выводы. Я думаю, это только пошло на пользу. Другие виды ограничены. И так далее. Можно маску приводить в порядок. Естественно, то, что мы говорили. В роли высокие спецы заключаются в патрулимартике. Они должны находиться на этих маршрутах патрулирования. И в этом дорожном его листе работников, которые выезжают на маршрут патрулирования, патрулирования автомобилей, есть места. Это все, я думаю, должно быть не секретом. Эти маршруты все отговорены. Они, наверное, уже есть на сайтах. Нет. Вот это дело, что есть на сайтах. Я думаю, что надо будет с этим вопросом поработать, чтобы обнародовать эти места. Это ЕДСК, это наша секретная информация. И там должны находиться именно в это время, когда совершаются эти дорожные транспорты. Это должны быть наближены на это самое автомобиль. То ли это снижение скорости, то ли это любая информация, так как мы и мегафон говорили, и просто останавливали граждан, проводили профилактические беседы. Любые методы, они оговорены нормативными документами. Все это знают лично со стороны. С чем борется он? Не может тебя победить, я так понимаю. Это тот вопрос, касается нахождения именно в этом месте, в этом месте, в это время. Его нету, естественно. Дальше у нас совершаются эти ДТП. И так мы над этим работаем. Все письма приходят, проводятся заявления ваши, проводятся 100% разбирательства. ГАИ уже, опять, областного управления. В этом месте, в основном, нет. Это не объявлен. Николай Николаевич. Поэтому... Видите, скажите, что... Кто-то выйдет, скажите, что... Никто не будет. Пока поднимем. Работаем. Но... Это не говорит о том, что они нам не починят. Все территориальные, которые находятся здесь, так он не будет работать и выполнять те нормативные документы, которые отговорены и неправильно. Мы будем их отслеживать и реагировать. Добьемся и... Так же, как и те уголовные преступления, которые совершаются. Так же и патрульная служба, так же и другие виды нарядов. И вот сейчас новое движение, опять же, в Украине, но у нас, как было и ранее, не привлекаем общественность. Будем над этим работать. У нас по городу Заматлеска, конечно, у нас 30 грабежей зарегистрировано. Вот. Так... Шестнадцать, десять, четверть. Два 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 два, Шесть метров. Два два. Шестнадцать, десять, и четыре. Два два два. Я так богоцком. У нас в Каджево. Есть вопросы, при этом посягательство, мобильные телефоны и так далее. Вот это сейчас вырывает, вот я только что звонил, опять вырывает телефон, опять надо бежать, ломбарды, потому что есть такая-то федеральная автоматическая машина, на нем, в том числе, по степени, по-другому бежимобилу, там ломбарды, которые его задают, очень приятно. Над этим вопросом мы тоже работаем, так далее. Снова приглашаю, для продолжения. Следует очень интересный, поэтому задайте пожалуйста. Я прошу прощения, я не обстанавливаюсь, не трудно разобраться с актере нормальной. Объясните, пожалуйста, в чем важность соблюдения вот этого маршрутного лица. Ну не находится он на улице Камунага, находится он на проспекте Ленина. Вот объясните, пожалуйста, чтобы было понятно, почему так важно, чтобы вот этот маршрутный лиц соблюдал. Каждые полгода проводится анализ дорожно-транспортных происшествий. И на основании вот этих вот дорожно-транспортных происшествий составляется маршрутный лиц для того, чтобы выявляется время совершения дорожно-транспортных происшествий и всего остального. И дабы это все предотвратить в будущем, разрабатывается маршрутный лиц, в котором указываются эти лица по времени совершения дорожно-транспортных происшествий, наездов на пешеходов, на деток и все остальное. Для этого в это время, будем говорить, такое пиковое, там должен находиться экипаж ДПС, дорожно-транспортные службы. Они уже своим видом на 90% дисциплинируют водителя. Одним только видом. Когда он стоит перед этим местом, перед пешеходным переходом, перед школой, все, водители, видя машины, уже сужают скоро. Но у нас можно наряд ДПС увидеть и где угодно, только не там, где они должны быть. Это уже как бы факт выявленный. Он говорит, а кому я здесь мешаю? А что, это перекресток? Я говорю, давайте у правила посмотрим, перекресток это или нет. Это смешно. Когда выписывают водителю штраф за то, что он стал ближе 10 метров от выезда из прилегающей территории, сами они вообще иногда перекрывают эти выезды и стоят, ловят там нарушителей. Ну, все понятно. Просто мы немножко... Так почему они водителей наказывают, сами нарушают? Он говорит, а я здесь никому не мешаю. И, Паша, по биле, три босса и ел. Три босса и ел. Три босса и ел. Николай Николаевич. Николай Николаевич, а Вы раскладываете такие вопросы, нахоже, как безопасные движения, как станцию по покрытиям? Ну, конечно, это тоже немаловажный фактор. Нет, в прошлом году там обрисовывали... Это не нашу слуху. А почему у нас нет? А какие, ну, то есть, а какие есть варианты? Ну, вариантов очень много, просто мало возможностей. Пока наша организация существует, то есть, на добровольных началах и без какого-либо финансирования. Абсолютно. Финансирование целый ноль. Так что все, что делается в нашей организации, это делается на деньги активистов. Каждый заправляет свою машину и так далее. То есть, мы свободно от работы время отрываемся от семьи, пытаемся навести хоть какой-то маломасский порядок на дорогу. Николай, возвращаясь к ГАИ, есть такая информация, что в СССР, представители ГАИ, представители ГАИ, представители ГАИ, соответственно, потребуется издание. Да, есть такие случаи, вот когда по недалым событиям стало модно везде приглашать общественность. И было такое указание с каждым экипажем ГАИ, чтобы был представитель общества. Буквально в первый же день этого мероприятия я собрал ребят. Некоторые смогли в первую же смену в ночную выйти снарядом ГАИ на дежуре. И после этого я вам буду называть вещи своими именами. Работники ГАИ за смену не смогли взять ни одной взятки. Общественники не смогли взять ни одной взятки. На следующий день начались палки колеса. Что дайте такой список, то дайте список за неделю. Мы не структурное предприятие, когда можно расписать кто когда сможет. И на третий день, когда я привез, я за день предупреждал у ГАИ и подал список, кто будет в вторую смену. Там уже находились люди вообще непонятные. Я спрашиваю, ребята, а они говорят, мы будем дежурить с работниками ГАИ. Ребята, а вы откуда, кто такие, какая организация. Мне интересно, если аналогичная какая-то организация, я пытаюсь со всеми секундами. То есть мы делаем одно дело, мы не зарабатываем никаких ни денег, ни орденов, ни медалей, ничего. Нам этого не нужно. Они говорят, я позвонил по телефону в газете и видел, у меня там какой-то Степан Федорович. Кто такой Степан Федорович? Ты можешь дать ему телефон? Мне у меня нет. То есть у меня возникло подозрение, что работники ГАИ каждый себе на свою смену стал приглашать. Кума, брата, свата, кого угодно, только не активиста дорожно-грабданского контроля. А из Домов что-то это не хотел поставить? В смысле я хотел поставить? Ну, если, ну, их не берут, например, а потом сидим в машине. То есть, что-то хотел поставить. Поможем бегать за их. Если кого-то незаконно остановили, пытаются развести на какое-то нарушение, я всегда помогаю. Померяйте. Вы можете номер записать. 0,97, 402, 90, 52. Это может быть? А если кто-то хочет стать членом вашей записи? Пожалуйста. Да, да, да. Да. Так. Ну, это уже интересно. Пошлите, пожалуйста. 0,97, 90, 402, 90, 50. Спасибо. Ну, что? Ну, что? По торговле, что еще? Значит, может, еще один вопрос? Вот говорили, что вот рейтбу по проспекту Ленина, опять вот смотрели торговые точки, бар Шансон. Очень такая наболевшая тема, очень много именно заседаний у городского головы, говорится, и не лицензионно, и нарушается, и много там правонарушений. Есть какие-то улучшения к лучшему? Как вообще на следующий момент обстоятельства классно с этой точкой с тобой? У вас шансовки отбелли с ним. Идем по речке. То есть можно сказать, что улучшение. Да. Субтитры создавали декоративную форму. под контролем не снижайте внимание на данный момент меньше но это то место, которое работает у нас достаточно практически по времени они тоже ограничивают они на руках, вставляют протоколы они поднимутся в суд спариваю в лотапах начнется 1 мая начнется 1 мая начнется 2 мая на 8 мая в том числе там у нас все осталось а что у вас осталось? в районе были претензии у Александра Задорнова и были претензии дважды и они вели себя достаточно так не подберу это во слово когда я не себя веду то что подали алкоголь это за один вопрос а второй вопрос что она демонстративно закрыла ну, двери ушли то есть во время и были еще прецеденты с этим ну, садача грузите вот только второй день но он не спустит я вам скажу дважды штраф вынете пока штрафы не облачены не занимаются ну, им надо серьезно заняться этим ну, как они заняться ну, детям подали алкоголь значит, я так понимаю возник вопрос еще о нарушении тишины да, да давайте бы для всех уже хоть собрали здесь все узнали о том, что такая проблема есть вы о том, что не оставляйтесь этот вопрос без внимания если подъехал автомобиль Николай Николаевич открыть двери знаете, ночью мы идем отдыхать завтра на работу он включил звонком музыку и ждет, что девушка и до себя слепила с ребятами нужно звонить в милицию 102 выезжаем в программе ничего большее количество этого голоса его в этом году эта работа продолжается и больше уничтожает но все это такое осталось мы тогда, когда нам звонят инсталируем то, что все мы стараемся первоначально проводить архитическую работу уже говорили о том, что главная задача есть мы понимаем и вставляем материал приглашаются свидетели опрашиваются компетенция административной комиссии направляем в районы исполку осматривает по по части второй этой же статьи аппарат аппаратура которая воспроизводится она изнимается и может быть это компетенция будет по этой части управляем индустриста как второй и был у нас эксперимент когда мы после технику находились в середине в в время ограничения было до 23 часов говорят что до 22 22 0 22 0 то есть даже если заведение работает за 25 или 2 сейчас проблемы нет я сверху не только заведения в шансон у меня есть два знакомых которые еще могут сделать за стеной постоянно пухнячет постоянно шансон причем до утра разговаривать адекватно с людьми вообще невозможно человек выходит с выключенными шарами желанием драться первый момент позвонить по телефону есть возможность приехать позвонить патрульный наряд отреагирует в дальнейшем соберем материал скажите пожалуйста а если патрульный наряд работники должны приехать хотя бы в первичном должны приехать патрульно если это было 20 с ребенком просто на улице в в школе под продавец магазин отрубил когда не понравилось ему что до сих пор рассматривается с февраля не приехала машина с случаев достаточно много поговорим лично спасибо стараемся реагировать один автомобиль один автомобиль у нас проездили плюс дневное время тоже какой наряд один может быть это большая забыть опять же не должны были выехать потом выехали следовательно зафиксировали потом в итоге мы сами приехали и написали заявление но это было с 7 февраля до сих пор что они должны объяснить мы говорим о том что вы у нас поступает поступает в день допустим понедельник где то около ста ну такой вот день когда чуть-чуть пишут заявление сообщение а в пятницу суббота воскресенье когда вот так сидели того побыла там не пускают куда-то там кто-то не наливает а там вообще звонит постоянно вот и таких бывает 150 где то есть какой-то сбой как у каждого что-то вам товар не довезли и так в этом случае мы не говорим уже за час почему не приехали не приехали проведем разберемся меня уже другое интересует почему до сих пор в течении месяца вам не прислали ответ то что часто произошло это и с этим вопросом поэтому звоните звоните будем у каждого бывает вы можете пожаловаться на действия сотрудников милиции руководства раздела ну ты уже сказал ты молчишь у тебя все нормально да да потихоньку сидит тихонечко без комментариев без комментариев ну а вообще резюме какого сегодня он же когда-то в Гаире да так давай собираем собрались мы для того чтобы чтобы довести общественности что на сегодняшний день сознание предпринимателей на достаточном уровне когда у нас есть пять фактов пошло в росте первый раз вы предупредили штраф и слышали такой большой есть второй причем доведу до вашего сведения граждан города общественности о том что такая группа будет продолжаться такая группа будет работать милиция стоят с привлечением общественности которая только что выступала для того чтобы не говорили что милиция пришла не дают возможности предпринимательной работе зарабатывать получай лицензии оформляйся надлежащим области плати налоги реализуй кому надо кто в положенное время зарабатывай зарабатывай работа какая работа будет продолжаться начальник контролирует мне этот вопрос поэтому общественность только в нас мы продолжаем такую работу сайт город сайта город 56 92 сайта девушка вы знаете да более более не буду я тебе я хочу сказать что у нас единственное по нарушению тишины заведение в городе работа так все все людей надо знать в лицо значит у нас в городе единственное заведение развлекательное которое работает с режимом до 10 часов как по закону и там очень тихо поэтому туда не сильно идут это ресторан это ресторан в новой гостинице шины вы там были я там не была вот но мне сказать не приглашали реклама реклама я вам просто говорю что там вполне прилично и работает он до 10 часов и все соблюдается никакого шума учитывая что там состоялось вот вот если бы с них брали пример было бы замечательно их вполне придуманная просто такая концепция ресторана у них не танцуют а другие просто потеряют но у нас и не танцуют то дерут там отюкаются и все прилегающие понимаете вот и все даже вовсе будут равняться на шиве ну пусть стараются ну наверное оттам почему-то оттамаживает оттам только в этой машине и учитывая все остальные вот после сегодняшней встречи вот с каким настроением вы шли сюда что вас типа вызывали в милицию опять и сейчас вот во прошествии вот этого все ну тот же банк выслушали вы могли прокомментировать как-то все это дело появилось отношение ну да я уже не хочу сказать понимаете наша цель профилактическая никто никого не карательная мы просто хотим чтобы вы поняли с нами тоже заодно чтобы вспомнили действительно вот правильно сказала девушка чтобы вы помнили что у вас тоже есть дети если вы кому-то продаете то и ваши дети обычно так же продаются и чтобы вы не нарушали действительно хотите работать пожалуйста при обитателе с целью не можете значит откажитесь от этого продавайте пиво так что вы давайте помогайте мне и у вас обитателе